Пятый канал представляет Так не принято А у меня принято И денег на материалы я вам больше не дам 400 рублей, да купить надо штукатурки А цены повысились, ну зачем нам вас обманывать? Потому что вы жулики Очень жалею, что с вами связалась Арсений! Сень! Арсений! Арсений, давай поговорим Давай не ссориться Никто и не ссорится, я просто устал Куда ты идешь? Никуда, пойду пройдусь Ты врешь Я могу просто подышать воздухом Ну хорошо, давай я с тобой, я тоже просто подышу И опять будешь меня пилить? Я тебя не пилю, я просто хочу поговорить И мне кажется, мы перестали находить общий язык Белла, ты просто невыносима Я через час буду дома Ну не уходи Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Субтитры делал DimaTorzok Мне заказали дизайн квартиры Девушка лет, ну, двадцати восьми примерно Ей отец купил пустую коробку И поставил условие, что даст деньги на ремонт Только в том случае, если она выйдет замуж Так она вышла? Она собирается женить на себе своего любовника Показал мне фото, а на фото Паша Что значит женить? Мы с ним официально еще не развелись Марин, ну может быть она не в курсе И влюблена в него как кошка Ну вдобавок хочет поскорее въехать в какую квартиру Паша не дурак Он расчетливых баб насквозь видит Слушай, она нерасчетлива Ну, просто, понимаешь, без царя в голове Такими он тоже долго не задерживается А вдруг она наврет ему, что беременная Нет, эту историю, знаешь, надо сразу убирать с горизонта Садись в кафе, все обсудим Давай, ну прыгай, поехали Давай, давай, давай Смерть наступила Вчера в районе 10-11 часов вечера Женщина погибла От множественных ударов, нанесенных Тяжелым предметом Ну, короче говоря Забили ее до смерти Да Алисений, а вот и тут Как оказались? Мы с Наиной Работали вместе Я нотариус, она мой помощник Наина попросила меня контролировать ход ремонта За рабочими же нужен, глаз да глаз Дала ключи Вот я и зашел сегодня Глянуть, что да как Значит, с рабочими вы знакомы? Да, их двое Алмаз Коваленко Мама узбечка, отец русский Я его зову Глаз Алмаз И Тупикин Василий В этом же доме квартиру снимают А у Наина с ними конфликтовала? Как с ними не конфликтовать? Они сроки срывают С материалами мухлюют Так, ну и как далеко заходили конфликты? Да никак недалеко Они же боятся, что их с работы уволят На них цыкнешь, хвост прижмут А рабочие вчера заходили в квартиру? Должны были быть Они каждый день работают Либо вместе, либо один кто-нибудь Она и заходила вчера Собиралась зайти? Я не в курсе Ну, как видите Зашла Так, ну, сами-то вы Где были вчера вечером? В десять, в одиннадцать Угу В кафе кролик сидел Один Ух ты, ну красота Утро было ясным Значит и день будет прекрасным Я вам говорю Паша, ага Повернись, я тут тебе Настигну немножко Вот так, пожалуйста Вот так, хорошо Просто прекрасно Пойдем Сейчас, секундочку Да, Марин Паша, привет Игорь скоро придет из училища на каникулы Нужно составить план и купить билеты Подожди, какой план? Театры, выставки Каток За город куда-нибудь съездить Ну, конечно, не вопрос, Марин Обсудим Обсудим все Марин, давай После созвонимся Сейчас не могу общаться уже На работу Опаздываю Ладненько Все, пока Угу У сына каникулы А это так-то здорово А ты же говорил, что ты с женой не общаешься Ну, может, с женой-то я не общаюсь Но с сыном я общаюсь Верно? Да Че такое? Все хорошо? Конечно Пойдем А, подожди, машина там Пойдем Я вчера на другой точке работал А в той квартире Алмаз один был Ну, а Наина собиралась зайти? Да Алмаз в ванной плитку укладывал Наина Андреевна должна была прийти И принять работу Так она приняла ее? Алмаз мне вечером позвонил Сказал, что Наина приходила Все в порядке А ему из деревни позвонили Мать заболела Поэтому он прямо из квартиры В деревню поехал Василий У вас с Наиной Андреевной конфликты были? У меня? Ну, у вас с Алмазом Нет Никаких Ну, просто же при ремонте всякое бывает Она недоплатила Вы плохо сделали Нет, она Женщина была Хорошая Спокойная Ну, и мы старались А вот ее знакомый Арсений Который вас контролировал У него С ней какие отношения были? Ну, я же к ним душу не залезал Но с виду Как бы это сказать Очень такие Как у влюбленных А у вас с Арсением конфликты были? Нет Нормальный мужик Понимающий Василий, Алмаз уехал в деревню А вы тут вечером Что делали? Сначала был дома А потом у соседей Попросили дверцу холодильника починить Убитая Филиппова Наина Андреевна 36 лет Работала помощником нотариуса Родные у Наины Андреевны есть? Нет, никого Только мать в Новосибирске А Прошкин, который тело обнаружил Он женат? Да, женат Сейчас Вот она Супруга его Прошкина Белла Михайловна Она налоговый инспектор Детей у Прошкиных нет По словам Арсения Наина попросила его контролировать ход ремонта Ну и правильно сделал Че женщина-то в этом понимает? Приходил, контролировал Да? Ну а заодно и крутил шашни с этой Наиной Ну, этот же рабочий сказал, что Глаза у них были влюбленные Володя, звонки, переписки Наины смотрел? Да, разумеется, посмотрел Андрей Борисович, очень много Наина звонила человеку, который продал ей квартиру Уже после сделки Вот он Дымников Аркадий Сергеевич Управляющий супермаркетом Сытник Уходи Ты не мой сын Мама, что ты говоришь? Я твой сын, Аркаша Ты лжешь? Мама, вспомни Мы с тобой в детстве песенку учили Жили у бабуси Два веселых гуся Один серый, другой белый Помнишь? Я помню Я со своим сыном Песенку Учила Но не с тобой Уходи Да, слушаю Аркадий Сергеевич Здрасте Майор Шапошников Петровского рода беспокоит Какой кошмар Я вас понял Хорошо Через 30 минут Я буду на работе Мама, я еще заеду Уходи И сына моего Приводи Я так быстро не могу Подождите, пожалуйста Не так быстро Как больно В своей новоприобретенной квартире Убита помощник нотариуса Наина Филиппова Подозрения падают На ремонтных рабочих Алмаза Коваленко И Василия Тупикина Ход работ контролировал Сослуживец Наины Арсений Прошкин За женой Арсения Беллой Приезжает скоро Мама Белла Михайловна Да Простите Капитан Красавченко Петровского РУВД Извините Можно буквально 5 минут Спасибо большое Мы расследуем Убийство Помощницы Вашего мужа Наины Филипповой Да Арсений мне рассказал Это ужасно Она была такая симпатичная Квартиру купила Так радовалась Простите пожалуйста А что случилось? Зачем врачи? Я ногу подвернула Вчера на лестнице Промучилась всю ночь И решила поехать в клинику А в какое время подвернули? Вечером часов в 10 Шли куда-то? Нет, я наоборот возвращалась Мы вместе с мужем вышли Думали прогуляться Но мне показалось что-то прохладное И я вернулась домой А муж? А муж пошел пройтись И через час уже вернулся Я с Наиной после завершения сделки Ни разу не общался А почему решили квартиру продать? Ну так у моей матери Второй инсульт случился Я к ней переселился Но у нее деменция началась Пришлось определить ее В пансион для пожилых Решил жить у нее А нашу старую Фамильную квартиру продать Я вас понял Вы знаете, что мы обнаружили Что в телефоне Наины Было совершено множество звонков На ваш номер И это после сделки Как вы это прокомментируете? Так она ремонт начала Звонила, консультировалась По поводу несущих стен Труп, электричества Ну да, ну да А вот с рабочими Которые делали ремонт Вы познакомились? Каким образом? Я же говорю С Наиной не встречался В квартиру не заходил А может быть Пока шла сделка Вы с Наиной как-то заобщались? Может быть Что-то о ее личной жизни узнали? Враги, друзья, конфликты Кредиты, любовники Я не знаю Нет? Я с Наиной общался Только в присутствии риэлтора Так что Ничем помочь не могу Как вы сами думаете Почему Наина Решила вашу квартиру продвести? Так она в центре хотела жить В старом доме Ну да Войдите Тимур, где ты ходишь? Я тебе кофе сделаю Ага Что там новенького? Ну, алиби Тупикина подтвердилась Ну, а второго рабочего? Этот Глаз-алмаз Ну да Едет из деревни Приедет прямо в отдел И даст показания Как подозрительно Мама-то его заболела Этого алмаза Сразу после убийства Ну да Жене сказал, что пойдет гулять А сам в кафе С кроликами танцевать Так может он замерз Ну, зашел погреться Так а почему он домой-то не пошел? Пошел-то в кафе Я ей же говорю Он замерз Зашел загреться Ну, стопочку-другую пропустить Ну, на полтора часа Ты тоже так делаешь? Андрей Борисович, а я-то здесь при чем? Я вообще племянный семянин Ну, Андрей Борисович Тут другое интереснее Время убийства Наины Определено приблизительно Теоретически Арсений мог Сначала убить ее А потом уже прийти в кафе Ну, тогда и Белла могла убить Ну, пока Арсения не было А там ногу подвернуть Опять вот за свое Ну, прям семья каких-то маньяков получается Причем, каждый из них Хотел убить Наину отдельно Почему отдельно? Может, они вместе убили Как говорится Муж и жена Одна сатана Точно Ну, тогда уж Две станы Павел обещал быть В четыре Уже полпятого Вот кому нужна Такая работа Ну, может быть Он любит свою работу Любит А если там с ним Что-нибудь случится Преступники Начнут стрелять Я хочу, чтобы После свадьбы Он все-таки Оттуда ушел Привет Привет Привет, привет Прости, опоздал Мне минут 15 всего Ничего страшного Мы все успеем Проходи Проходи Вот, садись сюда Я хочу тебя познакомить Это Алина Наш дизайнер А это мой Павел Очень приятно, Павел Взаимно Дора мне очень много О вас рассказывала Да Я рассказывала Что ты Самый лучший мужчина На свете Самый умный Самый благородный Самый красивый Ну, это Дора Преувеличивает Так-то Это я попросила Дору вас Пригласить Павел Для обсуждения Дизайна квартиры Раз вы с Дорой Женитесь Вы должны быть в курсе Верно? Женимся? Конечно Что ж Ознакомьтесь Вот Спальня Гостиная Выбирайте Что-то вы говорили Пересохло Чайку? Арсений А вы куда направляетесь? Мы же договорились встретиться Это я вам звонил Капитан Красавченко Я думал Вы уже не придете Ну? Домой ухожу Ну, и на Ина Никак из головы не идет Да и Работать без помощницы Сложновато Она же Моя Правая рука Была Понимаю Понимаю А скажите, пожалуйста Что у вас вчера вечером Произошло с женой? Что произошло? Ну, по словам Беллы Вы собирались прогуляться Вчера вечером Но она внезапно Вернулась домой Все так А почему у нее так резко Изменились планы? Из-за небольшой размолвки Белла решила вернуться домой А я пошел в кафе Остыть немного Эта размолвка Случайно не связана С вашими отношениями С Наиной С чего вы взяли? Ну, просто есть информация Что ваши с ней отношения Выходили далеко За рамки приятельских К сожалению Так думала Белла И она ни за что Не хотела верить Что мы с Наиной Были просто друзья И да В тот вечер Она в очередной раз Изводила меня Своей ревностью Но поверьте Совершенно беспочвенной На ком это я прости женюсь? Дура сама мне рассказала Она сказала Что у нее есть Какой-то возлюбленный С которым они вот-вот поженятся И въедут в новую квартиру Паш, я же не знала Что это ты Так-то я сам не думал Так, я правильно понимаю Вчера вы должны были сдать Плитку в ванной на Ине Верно? Да А она вчера вечером пришла Приняла работу В котором часу это было? Часов девять Хорошо, дальше что было? Дальше мы с Наиной Андреевной Вместе вышли из квартиры А как мне позвонили Из деревни Сказали, мать заболела Ну, я сразу к матери И поехал Мама одна живет? Кто вам позвонил? Сестра отца Отец умер в двадцатом году С тех пор мама одна Ну, точнее Мы с ней сначала вдвоем были Но в деревне много не заработаешь Поэтому мне пришлось сюда уехать Скучаете по деревне? По маме скучаю Мы с ней Очень, как бы сказать Родные Вот мама Ее зовут Саламат Она ее Вера Хорошо Хорошо Саламат Саламат, ты дома? Саламат Саламат А-а-а В своей новоприобретенной квартире Убита помощник нотариуса Наина Филиппова Подозрения падают На сослуживца Наины Арсения Прошкина И его жену Беллу А также на ремонтного рабочего Алмаза Коваленко Мать Алмаза убита Здорово, сыщики Здрасте Доброе Как оно? Ничего Ты не понял, а где Товарищи капитаны? Так они же Давай так Если ты мне опять начнешь рассказывать Кота потерял Там, не знаю, в пробке застрял Если очередной отцепной То чур, я следующий Вот так вот, Борисович Некоторые, товарищ майор Уже встали Пока вы еще спали И в деревню поехали По следам Саламат Коваленко Это матери Алмаза, да? А где сам Алмаз-то? Так он там, в деревне А соседка обнаружила труп Позвонила в полицию И Алмазу Вот он туда и рванул Так а местные опера Там чем-нибудь нарыли? Сообщали, нет? Ну, они сообщили, что Значит, Саламат была убита Ударом полена по голове Вот не густо Ну, Андрей Борисович С другой стороны, и не пусто Соседка Говорит, что Встретилась с Саламат В семь часов вечера У магазина А к восьми Когда пришла к ней чай пить Уже Обнаружила труп И что нам это дает? Нам ничего не дает Алмазу дает Сто процентное алиби Как это? А вот так это В семь часов вечера Я с Алмазом с этим беседовал Так что при всем тактожелании Он до деревни За час доехать бы не смог Ну что у тебя? Да ничего Дырка от бублика Соседи Саламат Ничего не видели Ничего не слышали А у тебя что? Пирожки тебе купил С чем? Ну как, ты просил с картошкой А по делу? Ну не знаю, туда или нет В общем, продавщица сказала Что есть Деревенский местный алкаш Максим Горелов По ее словам Он часто приходил к ней Брать в долг На алкоголе продукты Что? И что же она давала? Ха Добрая душа Ну представь себе Добро ей вознаградилось Сегодня утром Горелов пришел Рассчитался со всеми долгами Взял еще алкоголь И как утверждает продавщица При нем была целая пачка денег Ну в лотерею-то он вряд ли выиграл А как утверждают местные полицейские Возле тела Саламат Была пятитысячная купюра Верно мыслите, товарищ капитан Наш герой проживает По улице Пушкина Дом 7 А пирожки были вкусные Зря ты, Димон, отказался Я рад Так, сюда Ага Аккуратно Ты глянь Опа Гражданин Горелов Э? Вообще живой? Ну сейчас посмотрим Ау! Пожар! Горим! Где? Где Горим? Ничего, ничего Это сон плохой приснился Капитан Бубнов Капитан Красавченко Петровская РУВД Санкт-Петербург Фу! Это же по какому поводу мы пьем И на какие фиши? На свои На кровные Ага Гражданин Горелов Сейчас будет произведен досмотр Ваших личных вещей Из кармана все вытаскиваю На, Рай Да он на ногах не стоит Ну помоги ему Так, стоим не дергайся Что-то Не допил, видать Ага Так Телефончик Так, а тут что? А вот это интересно А это-то откуда? Это тоже ваши кровные? Гражданин Горелов Объясните происхождение Столь крупной суммы денег Да тут Около трехсот тысяч Трехсот тысяч? Я не знаю Это не мое Я не помню Слушай сюда Я предлагаю тебе вспомнить Чистосердечное признание Облегчает участь Не помню Дима Как думаешь Может пристрелить его, а? А деньги оставим себе? Слушай, а хорошая мысль Скажем при попытке к бегству Давай только по-тихому Конечно Это случайно Ей-богу Случайно получилось Да Я позавчера К Саламат пошел Ну Картошки попросить А В окно вижу А там На следующий день Алмаз уехал Я стал За домом наблюдать Увидел, что Саламат уходит Ну и Пошел Кто ж знал, что она войдет Да я и Пил сегодня Чтоб забыться Ну и вот что с ним делать Что делать Что делать В отдел повезли А может Смольнуть него, а? Тимур, ну хорош, а Ну что, лежим Подъем Сейчас поем в отдел Будешь давать показания Письменно Давай Давай, держись Нет, ты мне объясни, Борисович Ну объясни ты мне Как старший товарищ Что я похож на щенка На какого-то, что ли, а? Которого можно на поводке Значит, в новую квартиру завести В ЗАГС там Я не знаю куда Ну если человек Ходит как утка Крякает как утка То это уже не шутка Угу, угу В смысле, не понял Я что ли утка? А девушка решила Что есть Потенциал Очень смешно Разрешите, Андрей Борисович Заходи, Андреич Вот На купюрах Найденных у Горилова Обнаружены следы Строительной пыли Ну что за пыль? Из квартиры Убитой Наины Этой Филиповой Угу Так может Этими купюрами Наина с этим С алмазом рассчитывалась Ну вот они Они? Да Эй, парни Далеко собрались-то? Да на точку Ремонт мелкий доделать Ага Василий, с вами Наина Когда собиралась рассчитаться? Не скоро еще Мы обещали Через две недели Все доделать И сколько денег обещала? Сначала аванс был Под конец Сто тысяч Ясно, Василий Свободны А вы алмаз С нами водил проследуете Не против? Не волнуйся Я один справлюсь Хорошо Алмаз Тетя ваша показала Что она не звонила вам В день убийства Наины То есть, ваша мама была здорова Потом вы привезли Триста тысяч Которые Максим Свиснул Откуда у вас эти деньги? Я как-то раз один работал Василий на другой точке был Тогда пришла Белла Жена Арсения Так, эту Беллу вы раньше видели? Нет, никогда не видел ее Она пришла, представилась Говорит У меня к вам дело есть Выполните, заплачу триста тысяч Только никому не говорите И знаете, что она попросила? Алмаз, мы здесь Не в угадайки играем Она попросила Ставить в стену сырое яйцо Знаете, такой старый фокус Яйцо начинает тухнуть Жуткий запах в квартире А источника не найти Это мы знаем Зачем ей это понадобилось? Она объяснила? Да я не спрашивал Такие деньги за это и платят Чтобы помалкивать И вы это сделали? Я нишу сделал В тот день, когда Наину убили Белла пришла посмотреть Я в этой стене сделал Она самая толстая Прекрасно Заделаю так, что никто не заметит Спасибо Ты молодец Только давай, знаешь как? Давай не одно яйцо А два для верности Как скажете Так Как думаешь, через сколько Они начнут тукнуть? Ох, недели через три Здесь находиться уже будет невозможно Я их вымою Скоро лупу, когда моешь Она истончается Запах распространяется быстрее Так Триста тысяч Пересчитай Да я вам верю Только, пожалуйста Знаешь что? Ты никому не говори, хорошо? Даже своему напарнику Я же обещал На самом деле Я не собирался Туда яйцо вставлять Ни одно, ни два Такое делать Это себя не уважать же Но деньги-то взяли? Знаете Если у человека такие мысли подлые Я считаю, пусть платят Наина должна была подойти Я буфет обратно поставил И думал, нишу потом заделаю Ну и Наина пришла Пришла Дальше все, как я рассказывал Приняла плитку Вышли из квартиры Я повез деньги к матери Думал, деревню безопаснее хранить А тут Оп Еще Стоп Ага Так Аркадий Сергеевич Да-да Ну вот Полюбуйтесь И что это? Уточняем показания свидетеля Вы видели это отверстие когда-нибудь? Никогда в жизни Ну как? Ну может быть она была как-то замаскирована Там Под обоями Нет В нашей семье Тайников сроду не было Это, наверное, новая хозяйка Что-то тут решила сделать А буфет чей? А вот буфет наш Старинный Он Наине очень понравился И она его у меня купила Вместе с квартирой Да, это правда Мне очень стыдно Сколько вы заплатили алмазу? Триста тысяч Зачем вам вообще это понадобилось? Я хотела, чтобы жизнь Наины в этой квартире стала невыносимой Я прочитала, что даже от одного яйца начнется такой запах, что Хоть из дома беги Ни гостей пригласить, ничего За что вы и так хотели отомстить? За все Она у меня мужа уводила Вы думаете, для чего ему нужны были ключи? Он в этой квартире с ней встречался Вы уверены? Я это знала Хорошо Хорошо Если, как утверждаете, это не вы То кто мог убить Наину? Я не знаю Вась! Вася! Вась! В своей квартире убита помощник нотариуса Наина Филиппова В круг подозреваемых попадают нотариус Арсений Прошкин, его жена Белла и ремонтные рабочие Алмаз Коваленко и Василий Тупикин Алиби Алмаза подтверждается, а Тупикина находят убитым Смерть наступила около часа назад Били его вот этим молотком по голове Удары были нанесены в затылочную и лобную области Так ведь он должен был на точке работать Так там ремонт мелкий был, видимо доделал и домой пошел Ладно, понятно, пойду квартиру осмотрю А скажите, кроме вас, сюда кто-то мог зайти? Не знаю, мы никого сюда не звали никогда А у Василия с предыдущими заказчиками были конфликты? Да вы его видели, он вообще мирный был Паша! Привет! Привет! А ты чего здесь? А я тебя жду Это что? Да У меня так-то рабочий день ничего в разгаре А я думала, что ты уже освободился Нет, не освободился Что? Я там такой шикарный комодик присмотрела Я думала, что мы с тобой поедем Ты его купишь А папа деньги отдаст? Папа деньги отдаст? Ну да Чудесно Комодик Кому ты уже рассказала, что мы с тобой женимся? Обалдеть А что такого? Да нет, ничего такого Нет, комодик наверняка будет И в квартиру ты его поставишь, но с кем-то другим Паш Что? А что случилось? Да нет, ничего, стою и думаю Зачем я тебе такой нужен? Не молод, сутками на работе Обременен ребенком Паша, мы все разрулим Мы все разрулим? Да Да ты же разрулила Понеслась без тормозов Называется, без меня меня женили Нет, дорогая, со мной такие фокусы не пройдут Прости Да подожди Нам не по пути Прости Ну что, Володя У Алмаза были мотивы убить Тупикина? Андреич, Алмаз точно мимо На момент убийства Тупикина он был у нас в отделе Ну а по поводу убийства Наины Есть версии? Ну, если Белла ей готовила такой сюрприз в стене Вряд ли бы она стала убивать Наину Мне кажется, тут либо одно, либо другое А если Арсений? Если у него был роман с Наиной То могли бы быть мотивы? Ну, конечно, роман, товарищ майор Я-то здесь при чем? Да Экспертиза На теле Тупикина и на теле Наины Обнаружены одни и те же следы Какие следы? Чистящего средства для обуви из Нубука Одной и той же марки Значит, из Нубука У Дымникова Ботинки из бамбука О, Нубука О, прям как Чувствовал, что вы еще позвоните Понадобилось что-то уточнить? Ага, соскучились очень Аркадий Сергеевич, вы задержаны По подозрению в убийстве Наины Филипповой И Василия Тупикина Рожи при себе есть? Нет Ну, чудненько Без фокусов, в машине проходим Докопались все-таки Я все расскажу Ну, бес попутал Эй, эй Что такое? Эй, приятель Ты чего? Эй, пассажир Что за цепь-то, а? Похоже, реально плохо Давай скорую вызывай Ух ты Черт Отдержать! Руку! Да все, все Просил же без фокусов Давай на ручке Я вам уже говорил Что после второго инсульта Моя мама страдает деменцией А деменция штука интересная Иногда она вообще никого не узнает Иногда наоборот Мыслит очень здраво Это вы к чему? Не торопитесь, все по порядку Это важно Да-да Что старая квартира продана Я маме не сказал Неизвестно, как она отреагирует И вот недавно я Приехал в пансион ее навестить Сынок, я знаю Что у меня с головой бывает непорядок Я говорю иногда не то Поэтому скажу сейчас Потом, может быть, и не смогу Или забуду Мама, все у тебя хорошо Все ты сможешь Нет, сынок Не перебивай меня В нашей квартире, где ты живешь Есть тайник Тайник? Да Самой толстой, синей У окна Слева И что в нем? В нем драгоценности Золотые изделия С драгоценными камнями Старинные работы Они сейчас очень дорого стоят Мама Да Тебе это не приснилось? Не обижай меня, сынок Про тайник Это чистая правда Ты всегда можешь это проверить И распорядиться так, как тебе угодно Тут было 50 на 50 Я не был уверен, что мама не выдумывает Так вы решили, что в семье драгоценностей быть не могло? Да в том-то и дело, что могло Мамины родители были из состоятельных семей Вполне могли какое-то золотишко сохранить Маме передать Поэтому я дико испугался Чего именно? Как чего? Квартира-то уже не моя Если драгоценности реально существуют Возникает юридический казус Я никак не смогу доказать Что драгоценности мои, а не наины Ну и вы решили, так сказать, самостоятельно проверить, да? А вы бы не решили Я две ночи не спал Потом приехал на квартиру У стены возле окна стоял буфет За ним оказалась ниша Но пустая Как вы поняли, что там тайник? Да что тут понимать? Я его видел Но драгоценностей в нем не было И я позвонил наине Вы мне скажете, что случилось? Где драгоценности? Какие драгоценности? В этой комнате был тайник Вот он Но он пустой А в нем лежали драгоценности Куда они делись? Аркадий, вы, по-моему, что-то перепутали Или, извините, бредите Я впервые вижу эту дырку Если бы тут что-то было, я бы вам сказала Это все разговоры в пользу бедных Где? Вещи из тайника? Вы точно не в себе Если вы знали, что здесь тайник Вы почему его сами не открыли, когда квартиру продавали? Неважно! Я не обязан отвечать! Где драгоценности? Уйдите из моей квартиры! Ах ты... Боровка Вон отсюда! Где они? Где они? Где они? Отдай! 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 Эй! Я был не в себе! Ведь был же тайник! Вот он! Мама говорила правду! А Наина меня ограбила! Сомнений вообще не было? Сомнения появились потом Появились все-таки Я стал вспоминать Наина очень удивилась, когда увидела Нишу Ведь она была за буфетом Тогда я подумал Может, Наина действительно ничего не знала Подумала Думать вообще хорошее качество Раньше думать надо было Ну, дурак! Тогда я решил, что драгоценности нашли строители А Наине ничего не сказали Верни драгоценности Какие драгоценности? Дурака не включай! Драгоценности из тайника в квартире Наины! Из какого ты ника? Я ничего не знаю Мы ничего не брали А я знаю, что брали! Отдай по-хорошему! Уйдите, пожалуйста! Я сейчас полицию вызову Я глубоко раскаиваюсь Убийства были совершены в состоянии аффекта Возможно, острого психоза Прошу это учесть Суд учтет Скажите Но драгоценности все-таки были Вы в чем раскаиваетесь, Дымников? В том, что плохо искали? Вам Самому-то от себя не страшно? Так были драгоценности-то, а? И куда их теперь? Ну как куда? В пансионат К матери Дымникова Вот пусть они там теперь ее содержат Как следует Это точно Мариш, ну и несерьезно как-то Я минут двадцать уже жду Ты где? А я здесь, Паша? Я здесь? Я слышу Неожиданно Что-то жених у нас подрастерялся Да Хватит, а уже Какой там жених, а? Так скажи спасибо Кому? За что? Как будто я сам не догадался Как будто сам все не понял Если бы не мы, знаешь, как бы ты еще сам понимал Ну вот только не надо, ладно? Нашли против кого дружить Ну вот А мы думали, ты Теперь нам должен ужин По случаю удачной проведенной операции Пойдем, Марин Пойдем, Марин Ну стоп, 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 стоп К чему это театр, а? Против ужина на троих я ничего против не имею Присаживайтесь Что пить будем, девочки? Самое дорогое? Самое вкусное Я вас услышал Официант! Можно? Видишь кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев надежно обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий бог Пролетая над нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok